мы себе начнем тогда с того что опять-таки определим где у нас будет рисунок меня это будет получается вертикальная до бумажка и у нас это соответственно будет прямоугольник изначально мы его себе накинем смотрите чтобы у вас одинаковое было расстояние справа и слева довольно пухленький будет прямоугольник потому что сверху у нас широкая часть снизу узкая соответственно нам нужно будет это тоже учесть так намечаемся прямоугольничек он у нас везде одинаковый сбоку тоже место одинаково смотрите чтобы осталось вместо для крема ну то есть он не прям под самый верх был да можно даже поменьше стаканчик сделать и здесь получается у нас крем он это половина от стаканчика если вот только у меня стаканчик то половинка примерно столько я сверху себе также намечу лишнее сотру так у нас получается нужно нам его чуть-чуть уменьшить снизу на одинаковую ширину и провести соединяем краешки вверх и вниз то есть сужаем стаканчик и делаем полукруглый внизу по полукруглое основание сегодня будем быстро строить вы у меня уже закаленные и сверху у нас также получается такой полукруг смотрите чтобы у вас не было здесь примут узкой да но все-таки должно на просвет идти быть одинаковым таким полукругом здесь у нас такое закругление его тонким прям не делайте можно также себе наметить вот эту часть для надписи у нас где-то если на три части поделить стаканчик примерно будет вот так проверим чтобы у них были одинаковые высоты на и по форме стаканчика мы их также скругляем они должны быть тоже одинаковые с верхним полукругом и с нижним здесь тоже самое мы делаем полукруг опять-таки смотрим чтобы у нас было одинаково закруглено можно себе проверить по высоте примерно одинаково собственно стаканчик я лишнее пока все сотру крем у нас получается таким как бы идет треугольником да и мы также себе верхушечку наметим не прям даже высоко слишком получается можно пониже сделать делим посередине наш стаканчик и у нас получается три яруса нижний средний и верхний до верхнего чуть-чуть побольше места и оставляю потому что здесь еще есть такая пимпочка но она и на примерно вот так и будет дальше я начну прям практически от края стаканчика да то есть кремом как бы получается прям совсем в кофе сидит то есть то есть самого кофе я практически не видно и я себе начинаю закруглять следующий у меня идет поменьше и верхней совсем маленький даже совсем сюда наверно то же самое с других краев и можно уже соединять они могут быть не совсем ровные потому что это пенка да то есть она может лечь по-разному у нас такой схематичное ее изображение вот такой вот сверху даже я сделаю изогнутый немного более пологий сверху у меня будет вот этот ярус я даже верхнюю заведу верхний ярус заведу за самый маленький верхний бариста хорошо налью и нижний тоже слегка заведу кое-где у нас получается будет прерывистый в креме нам это тоже учтем то есть ярусы они как бы друг друга переходят мы обычно привыкли крем изображать прям таким натуральным натуральным а здесь она схематичный поэтому можно также себе отметить в среднем ярусе сделать где-то пониже опустить на здесь допустим повыше сделать и она чуть-чуть заходит такой вот как бы переход у нас получается мы это также показываем что вроде он у нас идет так по спирали чтобы у нас прям совсем так схематично не было мы себе это также наметим сразу лишнее все дотру тогда мы начнем обводить с крема он у нас самый опять-таки такой извилистый да будет проще это делать и уже перейдем к самому страшному длинному стаканчику начинаем с верхушечки лучше конечно не отрывать но вот эти места которые посередине я и сделаю прерывистыми поэтому здесь буду отрывать но буду стараться не делать заборчик и со следующим ярусом то же самое доходим до линии соприкосновения и вот уже нижнюю часть можно сделать такой прерывистый где-то поменьше где-то побольше самый нижний ярус у нас получится весь сплошной и дальше у нас получается стаканчик самое самое страшное я знаю что вертеть неправильно но если вам удобно можете себе перевернуть рисунок и так обводить потому что это намного проще чем до перевести допустим в таком положение сзади у меня получается немножко он заходит стаканчик на чем быстрее мы ведем тем он у нас ровнее но не везде мело сделала толщинку и сверху с толщинку тоже сделал верчу кручу запутать хочу такую толщиночку и получается надпись я ее сделаю тоже пунктирный но просто не так нравится просто я сегодня так хочу собственно стираем мне немножко нужно подождать у меня бумага такая медленно на немедленно сохнет чтобы линер у меня не растекся сейчас от ластика я аккуратненько это буду все стирать вы можете это делать быстрее у нас получится верхушечка мы ее будем оставлять светлой то есть у нас будут блики оставлены просто не закрашенные места и мы как бы уже делаем тень этим самым светлым да ну допустим у нас свет идет отсюда то есть у нас будет здесь тень большей степени и вот верхушечка такая светлая слегка сбоку также можно оставить белого от стороны и рефлексом оставить сбоку тоже белого сейчас можно сделать даже поменьше сейчас готового рисунка у меня особо нет не люблю это же рисовать поэтому импровизируем то же самое с верхним ярусом со средним мы оставляем с боков беленькая чем выше тем больше беленького ставить можно под ярусами у нас получается темное закрашиваем боку светлой оставляем и все остальное заливаем ярусами у меня карандаш и со следующим ярусом делаем все то же самое оставляем из боков сверху чуть чуть больше у меня бумага скрипит потому что он такая очень маркерная дальше у нас будет средний бежевый мы будем делать тем но у нас в основном снизу мы слегка подчеркнем нижние слои скажем так и можно немножко крем как бы подетализировать уже маркером до пройтись вот таким образом сделать как бы бортики до крема снизу также сначала подчеркнуть вверх также крем бортики подчеркиваю и нижняя часть у нас а еще вот здесь тоже тимушечку положим под сгибом крема да у нас тоже темные места смотрите вы можете размыть я размывать не буду потому что у меня именно такая бумага она получается с эффектом акварели то есть маркеры если видите они как бы сами расходятся и также внизу здесь прямо на самое темное получается нижний ярус побольше также ярусами потом мы еще добавим точек но их мы размывать не будем поэтому сейчас перейдем получается к темному коричневому только уже поменьше линии совсем тонкие внизу по бортикам не доходя до верха то что самая темная часть у нас здесь получается внизу слегка по бортикам и еще добавлю подчеркнул внизу крема под ярусом тоже очень тоненькой линии потому что крем светлый добавляю слегка тоненький и это я все буду среднем развивать слегка смотрите какая у вас бумага у меня прям от прикосновения одного она размывается вам возможно придется побольше усилий добавить ярусом взмываем среднем вежевым и также можно среднему уже поставить тени наши любимые точечки внизу побольше к верху можно прям по ребрышкам вот этого крема до поставить потоньше вот они как бы вверху так идут снизу побольше сверху поменьше потоньше точнее вот они так у нас вместе со светом и тенью уходит вверх это по ребрышкам и также можно в сам крем тоже поставить единственно что верхнюю часть тоже оставляете светленькой все-таки у нас там светлые части кое-где можно поставить также я и самый темный коричневый добавлю только точечки будут прям совсем маленькие и будет это вид скорее посыпки шоколадом будет у меня как раз таки сверху будет выглядеть что это что-то высыпали на крем что-то как-то слишком аппетит мы еще потом беленького добавим ух внизу также коричневым я закрашу стаканчик что у нас что-то темное предположительно кофе чтобы у нас крем не в воздухе как-то это белая ручка все то же самое я сделаю блики по бокам до их усилю не по белой части конечно вот по бежевый на да легка добавлю где добавляется у нас а немного также пунктирные линии поставлю посередине наших вот этих ребрышек так скажем у крема да я схематично ему покажу то что мы с вами обычно вырисовываем там строим строим мы это все просто схематично показываем совсем немного точек тоже добавлю у нас здесь в принципе . так много поэтому совсем чуть-чуть кое-где крем ушек наш готов ну перейдем тогда к стаканчику меня это будет смотрите просто мне такая бумага тут я прям закрашивала частями от светлого получается фиолетового и сразу там добавляется тон то есть здесь не поверх и тогда получается вот такие переходы на то есть фиолетовый остается фиолетовым он не становится темно-красным ну у кого не маркерная бумага у вас просто переходы будут более такими как сказать четкими начинаю я светлого фиолетового у вас это может быть там голубой мятный или какой хотите также сбоку я оставлю вот эта толщинка она пока будет светлой останется белой и если у вас кисть можете делать также но если дала ту не кисть можно было тоже и я пока вот эти оставляю белыми и делаю себе такую вот линию на неровную края то есть это как повод плик такой у нас остается дальше пока маркер не высох я беру дальше красный добавляю его как раз продолжаю им они у меня уже смешиваются здесь красного будет больше также неровная граница не дохожу до края чтобы не вырисовывать прям где-то получается две трети красным закрасилась дальше идет темно-розовый он у нас будет примерно 1 4 где его можно на красный наложить они смешаются и самый бог будет фиолетовым также я сбоку оставлю белую часть и введу ее получается фиолетовый в розовый кое-где я фиолетовый сделаю побольше сверху на он прям войдет такой в розовый и снизу также черкну пока не высохла опять розовый я думаю вы не успеваете розовый я брать розовый ввожу фиолетовый и его растягиваю сейчас сейчас тоже самое будем со со светлым тоже еще делать и светлым фиолетовым также под размываю красный получается они у меня смешиваются и фиолетовый получается такой красивый все то же самое делаем внизу сначала светлое я положу его даже побольше у меня на кисти даже остался красный пока не высохла идем к красному наверно у вас там взрыв просто монка красным накладываю фиолетовым тогда сразу это все разведу такой цвет еще красивый получилось дальше розовый красного пожалуй подбавлю чтобы он тут был мокрый мокрая часть была добавляю в него розовый темный такой он вишневый скорее ну и фиолетовый пока розовый мокрый очень прикольная бумага вообще кто будет маркерами имели потом рисовать прям советую эффект акварельная очень прикольный она своеобразная конечно но интересно не надо под привыкнуть когда хочется классных переходов и смешение она прям вот маст хэв скажем так она есть у меня вечных stories я вам там показывала два альбома это такой он фиолетовый в серединке у меня получается будет пока вы там рисуете здесь будет мятный можно заменить голубым мятный по бокам и в середине светло-фиолетовый так мятный все то же самое я делаю такой край не оставляя чуть-чуть белого на захожу здесь сразу также сделаю край но сделал его поменьше это у нас теневая часть и светлым беже ой не бежевым фиолетовым это все размываю куда добавляю он у меня еще красненького сверху вот берет и еще такой вот цвет добавляется если у вас так не получается это просто у вас другая бумага это эффект бумаги не более ты не от маркеров зависит у вас будут просто более четкие переходы и слегка мятным я также подразмою границу мне интересно что из этого получится на обычный даже бумаги сейчас будет самое страшное это надпись прям сразу линером хо-хо я думаю я сделаю такой же скажем так кто боится может сделать белой гелевой ручкой потому что белую гелевую ручку можно стереть если вам не ну когда она высохнет вы можете взять ластик и стереть а у нас еще есть верхушечка на сейчас еще не самое страшное ладно я ее также сделаю бежевым внизу да как бы как тень получается сверху белая оставляю и нижнюю часть тоже фиолетовым вниз стаканчиком из по бокам беленького также оставляем вот можно сделать белой гелевой ручкой а потом а если вам все нравится можно сделать уже линером давайте я тоже белой ручкой сделаю то есть основная надпись у меня будет посередине мысленно можно поделить на две части до нижняя граница будет и была не была если что-то не нравится можно подтереть если все нравится можно линером это все усилить как бы сделать тень допустим обвести с теневой стороны до такая будет очень прикольная красивая надпись а еще и сердечко куда же без них белый гелевой ручкой так что там со временем есть еще пять минут я подчеркнул блик обычно мы делаем его таким прямым я хочу сделать таким же вот зигзагом просто мне хочется так сделать вы можете сделать его прямым сегодня мы нарушаем правил и еще добавить белых точек какие-то побольше какие-то поменьше они слегка заходят маленькими точечками где-то одну треть и немного точек со стороны тени это как был все обрамляет стаканчик подчеркнул надпись линию точнее как это получается не надпись а как бы наклейка я не знаю или нас наверно клей потому что если такая штука была которая надевает сверху нам бы пришлось сделать чуть-чуть потолще и внизу будет как бы тень меня это будет мятный фиолетовый и коричневый тоже мне нравится я сделаю так же прям совсем мазками небольшими можно опять-таки у кого ни кисть сделать это дала то по форме нет даже не буду размывать кто хочет может подразмыть и прям такую небольшую линию коричневую подчеркнуть самое темное место я пожалуй тогда самым темным коричневым еще подчеркнул бака они как раз выравняются меня куда-то уехал подчеркнул линии линера сегодня у нас необычный вариант такой творческий скажем так как вам там видно хорошо хорошо и слегка накидаю линии например и наш тень перекрестном штрихом то есть у нас получается там где больше света меньше штриха где меньше света то есть тень там штрих больше то есть он у меня самый маленький от низа к периферии к внешнему краю ну да периферии я себе его на накидаю тени его будет побольше и там где тень сделаю счет перекрестные такое у нас получилась такая интересная я не знаю можно еще сердечко добавить этим не бежевым фиолетовым я тут вот такое узкое добавлю сверху кто хочет может еще точечек добавить но мне кажется он сам такой прикольный яркий получился она получается белая ручка у меня подчеркивает блики то есть практически по белому да то есть тем бежевая началось я чуть-чуть отступила и белой ручкой также сделала подчеркнула эти блики также у нас получается как бы вот есть намек на крем на его тень да и я подчеркнула там получается он такой бугорками да и у него есть верхушка верхушка она обычно тоже светлая и и вот схематично показала получается между вот этими темными местами соответственно белая ручка у нас по бокам до блик здесь слегка подчеркнута эта этикетка и кстати можно еще сверху положить по линии стаканчика тоже подчеркнуть если там прям много закрасилась как у меня с белой ручкой вот так вот есть еще точки белой ручкой но практически не видно потому что у нас здесь очень много точек самих себе здесь как-то меньше но просто когда рисунок меньше в нем и детали меньше здесь у нас все-таки побольше сам как лист сам рисунок больше можно сделать больше деталей